Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок и антуриум Андре, либо его гибрид. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как обеспечить хорошее цветение этого действительно волшебного, очень оригинального цветка. Долгое время антуриум на наших подоконниках был редкостью, но сейчас выбор просто изумительный. И согласитесь, как бывает обидно, когда через год, два, три, прежде столь пышный куст антуриума все больше мельчает, цветки уменьшаются в размерах и в конце концов растение перестает цвести. Плюс, кстати, антуриум, небольшое отступление, это потрясающая долговечность цветка. Вот этот вот товарищ в лучшие свои годы держал цветок от момента распускания до полной потери декоративности более полугода. Одновременно он мог выпустить до трех, пяти, семи цветков. Но, к сожалению, время не щадит и его. Время идет, он стареет, и цветов все меньше и меньше. Так как же вернуть антуриуму молодость и обеспечить красоту на своем подоконнике на долгие-долгие годы? Для этого, во-первых, нужно знать особенности антуриумов и их требования к условиям жизни. Во-первых, практически все антуриумы – это растения эпифиты, которые в своих естественных условиях в джунглях Латинской и Южной Америки живут и на деревьях, и на корягах, и на рыхлом подстиле под деревьями, рыхлом заметьте. И, естественно, таких же условий он ожидает и от нас. Второй момент. Антуриум постоянно нарастает, и в пазухах листьев, на его стеблях образуются воздушные корни. Вот здесь можно увидеть их. Со временем стебль отрастает настолько, что становится вот таким вот зубчатым, угловатым, а снизу, тем не менее, корни стареют и отмирают. Здесь поддержки корням нет. Мы посадили его в обычную почву. И, естественно, растение начинает сбавлять обороты, уменьшает интенсивное цветение, уменьшает количество цветков, ну, и теряет декоративность. Поэтому для того, чтобы наш антуриум снова стал красивым, буйно цветущим, нам необходима почва. Хорошая плодородная почва и обязательно рыхлая. Как я уже говорила, это эпифиты в большинстве своем. Поэтому почву они требуют рыхлую, насыщенную воздухом. Для этого в нее можно добавить древесную кору измельченную, рыхлый торф, близкий к нейтральному, а либо добавить перлит. Ну и, конечно, почва должна быть плодородной. То, что она для эпифитов, не означает, что можно взять просто сфагнум, как для орхидеи, и посадить. Нет, лучше взять хорошую плодородную почву, которая содержит и азот, и фосфор, и калий в хороших соответствующих растениях пропорциях. Итак, у нас есть почва, у нас есть хороший горшок, у нас есть дренаж и пациент. После того, как мы извлечем его из почвы, отряхнем ее с почвы, с корней, нужно обязательно внимательно осмотреть корни. Удалить при помощи чистого секатора все отмершие, поврежденные, старые, поломанные корешки. Дело в том, что со временем к почве могут завестись такие нехорошие насекомые, как комарики с теоридой. Они питаются корешками, обрастающими корешками растений и способны нанести серьезный ущерб декоративности, просто ослабляя растения. Через повреждения на корнях, которые наносят с теориды, в корешки попадают грибки. Они начинают отгнивать. Это еще больше ухудшает состояние наших растений комбинатных. Поэтому осматриваем тщательно. Если у нас, не дай бог, с теориды завелись, вы замечали малюхеньких комариков, которые летают возле вазонниц, то, конечно, особое внимание обращаем на то, как подготовить корневую систему к посадке. Желательно промыть ее, а затем после посадки и пролить вазон, почву в вазоне, раствором триходермина или баверии, или метаризиума, любым биопрепаратом. Мы не можем использовать в комнатных условиях серьезные химические препараты. Ведь этим воздухом мы дышим, в этом помещении мы живем, мы находимся в нем и должны заботиться о собственном здоровье, не только о безопасности и здоровье наших растений. Поэтому все внимание на биопрепараты. Если у вас есть комарики, промываем корешки от почвы и промываем их в растворе, допустим, триходермина. Можно также использовать фитоверм при полеве, при защите. Это тоже имеем в виду. Итак, мы очистили корни от отмерзших остатков. Мы убедились, что на них нет повреждений от комарика. И после этого приступаем к посадке. Перед этим, кстати, очищаем стебель антуриума от... Вот здесь у нас идут черешки отмершие. Здесь у нас идут прилистники. Мы их тоже удалим. Почему? Мы должны его немножко заглубить с тем, чтобы вот эти вот новые воздушные корни оказались в почве. Но ростовую точку ни в коем случае заглублять нельзя. Перед посадкой, конечно, мы примеряем растение в горшок. Горшок должен быть ему по размеру. С тем, чтобы его корневая система там разместилась комфортно. Чтобы корни не загибались, особенно вверх, а располагались свободно. После того, как мы поместили на дно горшка дренаж, немножко плодородной почвы, примеряем растение, убеждаемся, что все в порядке. И постепенно засыпаем свежей почвой, грунтом именно для комнатных растений, которые мы предварительно немножко разбавили, допустим, перлитом. Просыпав почву, немножко потряхиваем наш горшочек, чтобы она хорошо просыпалась между корнями, досыпаем до нужного уровня, до уровня, чуть ниже точки роста, и проливаем теплой водой. В воду можно добавить опять же тот же триходермин для профилактики различных болезней и защиты от тех вредителей, которые все-таки могли притаиться где-то на корешках. Растения после посадки обязательно закрепляем. Вы видите, что у антуриума очень большие, красивые, кожистые, тяжелые листья. Поэтому небольшая опора в виде бамбуковых палочек, либо шпалеры. Как только он укоренится, их можно убрать, либо оставить, если бамбуковая шпалера действительно красивая и вписывается в интерьер. Растение после пересадки обычно испытывает стресс. Какой бы щадящей она ни была. Поэтому поддержите свои растения, обработав их, опрыскав по листу, каким-либо биостимулятором. Допустим, цирконом, либо эпином. Ну и конечно, после того, как укоренение произошло, это недели через 2-3, обязательно растение немножко подкормлено. Можно использовать такое удобрение, как пуршат, в котором содержится не только азот, фосфор и калий в равных пропорциях, а также целый ряд необходимых любому растению микроэлементов, таких как магний, цинк, железо, марганец, которые помогают расти, цвести и радовать нас долгие-долгие годы. Вносить это удобрение можно и нужно при помощи полива растения под корень. Главное делать это регулярно и вовремя. И тогда, поверьте, антуриум будет радовать вас долгие и долгие годы своим пышным, красивым цветением действительно необыкновенных цветов. Процветание вам и вашему саду и дому, долгих лет жизни вам и вашим цветам. С вами была Юлия Кондратенко. Субтитры создавал DimaTorzok